Подфм.ру представляет Алексей Пехов Когда мы достигли центрального двора монастыря, здесь произошли кое-какие изменения. Я увидел их сразу, стоило мне выйти из-за угла кухни. Ворота были распахнуты настежь, и внутри монастырского двора торчали пятеро незнакомцев. Двое из них сидели в седлах, а трое беседовали с той парочкой монахов, что совсем недавно указали мне путь. Я разумно шагнул назад в тень, и Хартвик чуть в меня не врезался. «Кто это?» Прошипел он мне на ухо. «Так сразу не разберешь. Но в том, что они пришли за тобой, не возникает сомнений». «Проклятие! Неужели монахи настолько продажные, сволочи?» Спросил я у звезд на небе, но те и не думали отвечать. Старикан во дворе, между тем, получил увесистый кошелек, гораздо более внушительный, чем тот, что дал мне Карл, и указал на воприбывшем дорогу. Грубо говоря, он ткнул пальцем прямо в меня, но благодаря тому, что ночь была темная, мы остались невидимы. Не желая искушать судьбу, я развернулся и велел Хартвику «Шиво за мной!» Мы обогнули угол кухни, пересекли крыльцо и ввалились в большой пустынный холл с погашенным очагом. Хартвик не стал прикрывать дверь, оставив небольшую щель, так что мы оба видели, как три вооруженные фигуры протопали по огороду в сторону часовни. «Да кто они?» Вновь спросил мой спутник. Повторяю, мне это неизвестно. Я знаю лишь одно – ждать от них чего-то хорошего – глупо. «Что ты делаешь?» Зажигаю фитили. «Слушай внимательно, если начнется переполох, держись у меня за спиной». Сжав в каждой руке по пистолету с тлеющими фитилями, я направился в обратном направлении. Во дворе произошли очередные изменения. Монахи лежали порубленными, а один из гостей как раз вытирал клинок, испачканный в крови привратника. Другой обыскивал труп старика, чтобы забрать кошель. Смелые ребята, раз они решили совершить убийство в монастыре. И глупые, если считают, что князья церкви так просто это оставят. Некоторых людей события подобные истории белой стены ничему не учат. «Они увидели нас, когда мы подошли к колодцу. Я безо всяких расшаркиваний вскинул руки и нажал на спусковые крючки. Фитили чиркнули в воздухе, пистолеты грохнули огнем и едким дымом. Одному пуля раздробила колено, другому попало чуть выше в бедро. Я отбросил бесполезное оружие, достал кинжал, подошел к лошадям, перерезал подпруги, чтобы хоть как-то задержать возможную погоню, а затем склонился над одним из раненых. Он стонал, зажимая руками простреленную ногу. Проверив его карманы, я забрал деньги, считая, что они будут не лишними, и показал спутнику добытый серебряный жетон. — Знаешь, что это такое? — Да, — кивнул он. — Орден праведности такие носит. Дорога перед монастырем расцвела грохотом и огнем. Находившийся там человек, как видно, торопился, поэтому пуля вместо того, чтобы оторвать мне голову, прошла рядом. На пару секунд я ослеп от вспышки, едва не получил тяжелой аркибузой по лицу, но Хартвик ловко подставил нападающему подножку. Тот упал, я ударил его ногой, схватил замешкавшегося помощника и потащил к лесу, где были спрятаны наши лошади. — Доброе утро, Людвик! — услышал я над ухом голос проповедника. Открыв глаза, я увидел его светлый лик на фоне сосен, залитых солнечными лучами. — Ты нашел пугало? — Нашел. — Душа посмотрела по сторонам. — Оно где-то здесь. Наверное, опять ушло бродить по полям. Кстати говоря, если тебе интересно, то твой спутник намеревается сбежать. Прямо сейчас. Эти слова заставили меня подскочить и сбросить одеяло. Босиком я направился по влажной траве к лошадям, возле которых возился Хартвик. — Думаешь, сможешь удержать меня силой? — с вызовом спросил он. — Думаю, что смогу, — миролюбиво ответил я ему. — Но не буду. Мне показалось, он давно так не удивлялся. Даже про лошадь забыл. — В смысле? — нахмурился беглец, подозревая подвох. — Путь до багажом и неблизкий. Я не смогу денно и ночно не спускать с тебя глаз. — Если ты захочешь убежать, значит, убежишь. Так что все мои потуги задержать тебя против твоей воли бесполезны. — В принципе, его можно связать, — подсказал проповедник. — Какая злобная душа у тебя в друзьях! — еще сильнее нахмурился Хартвик и заработал от проповедника действительно недружелюбный взгляд. — Чего мне с тобой быть добрым? Он шеей рисковал, чтобы тебя вытащить, а ты убегаешь, словно неблагодарная свинья. Отказ от благодарности является грехом. — Успокойся, — попросил я проповедника, видя, как лицо человека краснеет ни то от гнева, ни то от смущения. — Хочешь уезжать, Хартвик, с катертью дорога? Я посижу здесь, в лесу на травке, и дождусь, когда ты вернешься. Если за три часа не появишься, отправляюсь тебя спасать. — Спасать? — озадаченно повторил тот. — Хватит придуриваться, — попросил я, старательно скрывая раздражение. Мы полночи неслись полями и огородами, а погоня дышала нам в спину. Если ты считаешь, что о тебе забыли, то глубоко заблуждаешься. Нас будут искать. На дорогах и в городах. Конечно, небольшая фора есть, потому что они не знают, в каком направлении мы движемся. Но это лишь до той поры, пока нас не увидят. Дальше в том, куда мы едем, не разберется только идиот. Исходя из всего вышесказанного, раз ты оказался такой нужной всем фигурой, тебя сцапают достаточно быстро. Или саглядатые на дорогах, или возле городских ворот, или в какой-нибудь таверне. Ты преувеличиваешь, не так ли? Просто я знаю, как умеет охотиться орден. Можешь мне поверить, они не любят выпускать добычу из зубов. Как и братство стражей перебил меня Хартвик, но я продолжил тем же ровным тоном. Ты заблуждаешься насчет братства, потому что нас мало. Организовать грамотную облаву на большой территории не в наших силах. Стражи действуют в одиночку, лишь иногда парами, но не орден. У законников полно наемников и тех, кто у них в долгу, в том числе я говорю и о власти. Разумеется, не всегда и не везде. К примеру, здесь Фервальда не у особого закона в последнее время множество проблем, поэтому, скорее всего, им придется справляться своими силами. Каких проблем заинтересовался он? Сейчас это совершенно не важно. Но даже без поддержки солдат, курьерской почты и правительственных постоялых дворов они серьезные угрозы. Тебя найдут и загонят, как зайца. На этой многообещающей ноте позволь нам расстаться. Забирай лошадь и проваливай. Если тебе повезет, вернешься в ближайшее время. Если нет, вини только себя. Я повернулся к нему спиной и потопал обратно к своей лежанке, уже зная, что он никуда не денется. Так и случилось. Когда я обувался, он сел рядом. Как твое имя, страж? Людвиг. А его? Хартвик ткнул пальцем в проповедника. Я помедлил. Называй его проповедником. Он не любит, когда к нему обращаются по его настоящему именем. Старый пеликан поджал губы, но от комментариев воздержался. В чем выгода братства? Зачем я им? Хартвик в упор посмотрел на меня. Ты ждешь честного ответа? Вопросом на вопрос ответил я. Совершенно без понятия. До вчерашнего дня я не знал о твоем существовании и думаю, ничего бы не потерял, если бы не узнал. Может быть, ты мне поведаешь, какие тайны скрываешь, раз вызвал такой неожиданный ажиотаж среди совершенно разных людей. Он, несмотря на мой крайне ироничный тон, внезапно опустил взгляд и закусил губу. Не думаю, что это так уж важно. Ну, только в том случае, если ты хочешь понять, зачем ты братству невинно, пожал я плечами. Я всего лишь оказываю услугу коллеге, который не смог тебя сопровождать. Довезу до багажом и сдам в руки тех, кто в курсе. Если тебе любопытно, лично у меня никакой выгоды нет, хотя ты меня заинтересовал. Да неужели? Он глянул на лошадей, явно раздумывая, не отправится ли ему в дорогу одному. Ты нужен ордену. А я не слишком люблю Лех Столионис. Точнее, я его совсем не люблю и с огромной радостью не дам им заполучить тебя. Церковные противоречия, знаешь ли. Скорее, политикам. Я страж. Политикой пусть занимаются магистры и те, кому это нравится. Он рассмеялся. У меня создается такое впечатление, что ты живешь в несколько ином мире. Политикой занимаются все, хотят они этого или нет. А он тебя уел. Неожиданно влез в разговор проповедник. Заткнись, попросил я. Возможно, ты и прав, Хартвик. Хотя бы потому, что ты, судя по всему, увяз в этой политике, как в болоте. Так что тебе предстоит решить и решить быстро, от кого принять помощь, иначе ты уйдешь в трясину с головой. Он цокнул языком, посмотрел не на меня, а на проповедника и глухо сказал. Все решено. Я уже говорил, что менять братство на орден, церковь или княжескую милость не буду. Из двух зол, как говорится, выбирать приходится меньше. Приятно слышать, сказал я, вставая с земли. Рад, что ты мыслишь позитивно и понимаешь, в одиночку тебе будет хуже, чем со мной. Пора в дорогу. Позавтракаем в седлах. Мы ехали до полудня через поля, на которых уже собрали рожь, под ясным, готовящимся к скорой осени небом и палящим солнцем. Проповедник восседал на крупе моей лошади, хотя и не нуждался в подобном способе передвижения. Он все утро молчал, его молчание выражало высочайшую степень неодобрения. Я подозревал, что все дело в этой авантюре, поэтому в какой-то момент не выдержал и произнес «Давай, мой друг, скажи, что я не прав». «Ты не прав», — тут же откликнулся он. «Карло, ты выручал гораздо чаще, чем он тебя. Долгов на тебе нет». «Это ты так считаешь?» Впрочем, меня интересовало несколько иное. Что-то узнал о Хартвиге. Последний тут же повернул голову в мою сторону и напрягся. Проповедник молчал так долго, что я уже начал думать, что он меня игнорирует. Но он все-таки ответил. Осторожно, словно ходил по тончайшему льду. «Людвик, я искренне считаю, что тебе некоторых вещей лучше не знать». «Это почему же?» Тут же откликнулся Хартвиг. «Он, знаешь ли, крайне совестливая натура, хотя на первый взгляд так не кажется», — откликнулся проповедник. «Тут же пожалеет, что связался с тобой». «Я ничего дурного не сделал!» «Болтай дальше», — попросил я старого пеликана. Тот вздохнул и нехотя ответил. «Твой спутник, Людвик, до последнего месяца работал картографом при городском земельном совете. Но, как оказалось, у него есть маленькая слабость. По всем христианским законам он с чего-то решил, что за помощь ближнему своему ему воздастся». «И в чем выражалась эта помощь?» Я посмотрел на Хартвига. «Я умею снимать с людей темные грехи», — ответил тот. «Свершилось чудо», — пробормотал я. «Очень большое преступление. Обычно прощением грехов занимаются исповедники». «Ты не слушаешь», — поморщился тот. «Не прощение грехов, а полное снятие. Исповедники облегчают совесть, но не стирают с души темные пятна. А я это делаю». «Что?» Он увидел, как мое лицо окаменело, а губы проповедника скривились, словно ему предложили съесть какую-то падаль. «И давно у тебя такие способности?» — мягко поинтересовался я. Я стал видеть души и уметь их исцелять на это благовещение, после того, как меня ударило молнией. Он расстегнул ворот своей черной рубахи, и я увидел след от страшного ожога. «Лучше бы она тебя убила, приятель», — посмотрел я на него с сочувствием. «Даже не буду спрашивать, почему ты это сказал!» «А я все же отвечу. Ты представляешь угрозу для этого мира, и я не слишком понимаю, почему тебя не прикончили сразу». «Его взяли люди маркграфа Валентина Красивого», обмолвился проповедник. «Ходят слухи, что его милость еще тот грешник, и сковородка в аду для него не только приготовлена, но смазана маслом и хорошенько подогрета. Как говорится, скворчит и ждет». «Понимаю», — протянул я. «Его милость решила облегчить свою страдающую душу от пары-тройки грехов, чтобы его пропустили через райские врата. Что же, очень разумно с его стороны позаботиться об этом, но крайне глупо выбрать исполнителей, идиотов, которые перепугались собственной тени настолько, что вытащили тебя из надежной камеры и перепрятали в монастырь». «Что ты делаешь?» Хартвик увидел, как я разворачиваю лошадь. «Спасаю твою шкуру, забудь об Агижоме». «А я ведь говорил, что тебе лучше не знать», — ехидно произнес проповедник, обращаясь ко мне. «Ты разве не слышал, Хартвик, что у Людвига есть столь интересное свойство души, как совесть? Он не собирается вести тебя на жертвенное заклание». «Да почему, черт вас подери!» вскричал тот. Я направил лошадь к нему, подъехал практически вплотную и сказал, «Потому что ты опасен для братства, для братства, для церкви, для всех, кто получает власть с помощью душ и чудес?» «О чем я с тобой разговариваю?» «Ты, как видно, полный идиот, не видавший в своей жизни ничего, кроме карт Фервальдена, разрешил рассказать людям о своих способностях». Он не сопротивлялся и не спорил. Кажется, до Хартвига начало доходить, что ситуация гораздо более серьезная, чем ему представлялась. Он хмурился, молчал, но мне не перечил и с разговорами в дороге не лез, за что я был ему очень благодарен. Нам пришлось выбраться на лесную дорогу, окруженную клёнами, ветви которых были переплетены друг с другом, образуя тенистый купол, пропускавший через себя темно-зелёный свет. В другое время я обязательно полюбовался бы подобным великолепием природы. Но не теперь. Я был достаточно зол, в первую очередь, на себя, что поддался на уговоры Карла. Уверен, он в курсе всего, но утаил это от меня, иначе я бы и пальцем не пошевелил ради его авантюры. Теперь же есть три варианта. Привести Хартвига в багажом и надеяться на милость магистров, а следовательно, собственноручно убить человека, который мне доверился, потому что милости перед такой угрозой от братства не будет. Отпустить его на все четыре стороны и знать, что его поймают достаточно быстро и опять же убьют. Или же довести до границы княжества и рассчитывать, что дальше он сможет о себе позаботиться. Я хотел поделиться своими размышлениями с проповедником, но не успел. Впереди на дикой лесной дороге появились всадники. Они выезжали из-за поворота один за другим неспешно, медленно и неумолимо, словно смерть, шествующая во время чумы от города к городу. Наездники были удивлены встрече не меньше моего и не проявили никакой агрессии, просто чуть-чуть подогнали лошадей с явным желанием узнать, кто мы такие. Проповедник, как и я, увидел алло-золотые мундиры солдат Марк Графа и помянул сатану и весь сон его многочисленных бесов. Что мне делать? Хартвик тоже достаточно быстро сообразил, чего ждать от этой встречи. Разворачивай, гаркнул я. Наши внезапные действия не укрылись от солдат. Подул влажный горячий ветер и лошадь подо мной обмякла, словно из нее в одно мгновение вытащили все кости. Прочь, с дороги, прочь, крикнул я, неловко спрыгивая вниз. Всадники уже неслись к нам со скоростью ветра. Проповедник молился и ругался одновременно, бормоча слова на корявой латыни. Плод лошади таяла на глазах. Я схватил арбалет, сумку с болтами и словно ныряльщик за устрицами, головой вперед прыгнул в придорожные кусты. Спина удиравшего Хартвика то и дело мелькала между деревьев. Я припустил за ним, через густой, мешающий бегу под лесок, слыша, как на дороге раздаются крики и резкие команды. На бегу я забросил арбалет за спину, догнал Хартвика, дернул его за плечо. Не туда, вдоль дороги, быстро! Мы неслись через кустарник, мимо молодых клёнов, уже зная, что преследователи рассредотачиваются по лесу. Затем я вновь изменил направление, двигаясь в самую чащу. Хартвик, непривыкший к таким стремительным броскам по пересеченной местности, дышал тяжело, а вытирал текущий солбопот. Передохни минуту, жалился я, снял арбалет и начал крутить ворот. Крики, приглушенные расстоянием, раздавались в противоположной стороне. Это ведь люди Маргапа! Верно, сказал я, наблюдая за тем, как зубцы подтягивают тетиву. Здесь недалеко замок Латка. Они, как видно, направлялись туда. Но теперь ищут нас! Угу. Я положил болт в ложе, думая, куда подевался проповедник. Готов? Да. Руки у него немного дрожали. Бежать не будем, но пойдем быстро. Как только устанешь, сразу скажи мне. А что случилось с твоей лошадью? Надо полагать, среди них оказался колдун, потому что на церковную магию это совсем не похоже. Колдун? Но разве их не принято сжигать? Только тех, кто плохо себя ведет, не чтит церковных законов или не служит богатому покровителю. Вроде Марграфа Валентина. Марграфство в княжестве все равно, что государство в государстве, так что ему позволено иметь собственного, скажем так, волшебника. Все, двинулись. Троп не было. Идти приходилось, как повезет, и достаточно быстро кленовый лес превратился в смешанный. Гораздо более густой, влажный и темный. Меж корней текли узкие ручьи, по берегам которых росли густые папоротники. Голоса преследователей окончательно затихли, но я не обольщался. С ними колдун. А для нас этот факт означает лишь одно – большие неприятности. Поэтому я сохранял осторожность, жалея, что на влажной земле прекрасно видны наши следы. Хартвик зазевался, споткнулся о выступающий корень, с грохотом хлопнулся в ручей, подняв в воздух кучу брызг. Ругаясь, встал, весь мокрый и грязный. Я смотрел на зеленую безмятежную стену за своей спиной. Нам повезло, что в них не было с собой собак! Хартвик отжимал стянутую через голову рубаху. Я не стал с ним спорить. Он и так слишком нервничал. Еще минут через двадцать мы оказались среди замшелых деревьев с грубой потрескавшейся корой, хвощей, ежевичных кустов и тенистых полян. На одной из таких, заросшей ядовитыми грибами и бледно-голубыми незабудками проплешине я сел между бугристых, похожих на руки великана корней, пристроил арбалет на колени. Хартвик повалился рядом, отдуваясь и смешно шмыгая носом. Ты знаешь, куда идти, Людвиг? Вон там, замок Латка, значит в этом направлении Теринский тракт. А там, если я все правильно понимаю, течет Грейн. Надо перебраться на другую сторону реки, так мы окажемся на землях, не принадлежащих к Маркграфу. Я заметил, как Сойка с бледно-голубыми полосками на крыльях сорвалась с ветки дальней осины и взял Хартвика за плечо. Тихо. Они здесь. Он быстро кивнул и вжался в развилку между стволами, надеясь таким образом спрятаться. Как и я, Хартвик вглядывался в заросли и слушал лесные шорохи. Наконец я увидел, как между двумя старыми кленами мелькнуло красно-золотое одеяние. Первый из преследователей в лихом черном берете положил на плечо Аркебузу, покрутил головой. До него от меня было шагов сорок. Его товарищ что-то негромко сказал и пошел прочь в противоположную от нас сторону. Я видел, как Аркебузер поправил сбившуюся перевязь. Стоит ему всего лишь повернуть голову в нашу сторону и игра в прятки закончится. Я несколько раз глубоко вздохнул, поднял арбалет, прицелился в ярко-красную полосу на его груди и очень надеясь, что мне не придется стрелять. Хартвик рядом со мной втянул в себя воздух, потому что солдат Марк Графа обернулся и посмотрел мне прямо в глаза. В то же мгновение мой напряженный палец нажал на крючок освобождающий тетиву. Болт вжикнул и по самые летки вошел в шею человека, пробив ему гортань. Тут упал в густой хвощ и я не сомневался в итоге своего попадания. «О, чёрт!» пораженно сказал Хартвик. «Ты его убил!» Я не слушая картографа напряг мышцы взводя арбалет. У меня это получилось, я даже успел зарядить его, когда совершенно неожиданно появился приятель убитого, выскочив оттуда, откуда я совсем не ждал. Я развернулся, целясь в него, но он вскинул руку и мой арбалет завязался узлом, превратившись в бесформенное нечто. Человек прыгнул, замахиваясь на меня раскрытой, горящей бирюзой ладонью, за которой в воздухе оставался огненный шлейф, а я в ответ швырнул ему в лицо сломанное оружие. Он этого не ожидал, не смог закрыться от удара и грохнулся на землю с разбитыми губами и распоротой щекой. Упал сильно, но попытался встать, чтобы швырнуть что-то в меня, однако Харсвик, подскочив ближе, саданул его ногой в живот, и я, оказавшись рядом, прижал коленом плечо противника к земле, а затем приставил кинжал к его Адамову яблоку. Даже не думай, колдун! Он ожег меня взглядом и расслабил мышцы, показывая мне открытые ладони. По его лицу и губам текла кровь, щека опухала, но в целом он был в порядке, если не считать некоторой потрёпанности. «Я тебя знаю», сказал он. «Ты страж» и сопровождал Гертруду на балу летнего солнцестояния полтора года назад. «Я тоже тебя помню, поэтому ты ещё жив», негромко ответил я ему. «Да славится твоя память в яках», произнёс он. «Глупо было нападать на людей Марграфа. Такое он не простит, даже стражу». «Об этом у меня голова как раз не болит, я был напряжён, он видел это и поэтому не совершал никаких магических глупостей. Понимал, что даже если и наложит на меня какое-нибудь проклятие, кинжал под моим весом всё равно успеет войти в его шею, как в мягкое масло». «Не глупи», осторожно сказал колдун, чувствуя на натянувшейся коже опасное острие. «Нам нужен только твой спутник, и с ним будут хорошо обращаться. А ты можешь уйти на все четыре стороны. Я замолвлю, за тебя славечко перед его милостью». «Что скажешь, Хартвик?» спросил я, прекрасно зная ответ. «Спасибо, но как-то не хочется». Колдун не успел заметить, как кинжал исчез от его шеи, и я взял её в сложный удушающий замок. Он дёрнулся, забил ногами. «Пожалуйста, не сопротивляйся», попросил я, ещё сильнее сжимая руки. Он ожёг меня яростным взглядом, затем его глаза задёрнулись поволокой, и колдун потерял сознание. На всякий случай я подержал его ещё несколько секунд и только после этого отпустил. «Он жив?» с тревогой спросил Хартвик. «Разумеется, не собираюсь убивать без нужды. Особенно колдуна, иначе всё сообщество ведьм на меня взъестся. Он полежит какое-то время, как раз достаточное для того, чтобы мы ушли отсюда». Продолжение и окончание повести Алексея Пехова «Ключи от рая» в следующем выпуске «Модели для сборки». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова